Привет, ребята! Вот чем я занимаюсь. Делаю формочки с гипсом, поэтому мне нужна маска обязательно, чтобы не дышать вот этой пылью, которая от гипса летит. Пока дети в школе, мне никто не мешает, никто не шумит, не бегает, ничего не просит. Выставила я, значит, на стол мои фигурки, которые я сделала вчера, чтобы они подсохли на солнышке. Решил сверху полежать на моих подставочках филя. Как ему может быть удобно, если они не мягкие? Солнышко у нас очень редко, когда выходит. Я прям сегодня так вдохновилась, солнышко так светит хорошо. Я использую камушки. Купила такие вот камушки. Разноцветные, фиолетовые и серенькие, но они так вот переливаются. Это вазочка у меня. Вчера сделала вот такую, но у меня не очень получилось. Я ее пошевелила и она, видите, овальная стала. В общем, не круглая. То, что у меня не получается, я отдаю карлине. Сюда камушки закинула, сюда тоже на дно камушки закинула. Мне не хватило, я решила сделать половинку. Сейчас залью другим цветом, либо черным, не знаю, либо каким-нибудь другим. Осталось у меня тут остатки были. Демножко мне еще нужно замесить, чтобы половинку вот эту закрыть. Наверное, я, скорее всего, сделаю ее черным цветом. Еще одна ракушка. Она тоже здесь будет по краям с камушками. У этого подсвечника тоже будут камушки там. Сверху. Так, как раз мне хватило. Ничего не осталось. Четко, все ровно. Вот эти вот еще тепленькие. Сейчас остынут. Вот эта формочка и вазочка. Остынут, и я потом достану, покажу. Филька уже сюда перешел. Тебе интересно, а, Филюш? Любопытный. Ну что, давайте вытащим. Иногда лучше подождать, когда прям вот хорошо остынет. Но, в принципе, этот подсвечник, он сам по себе очень толстый, поэтому края у него... Что это такое? Почему? Это нехорошо. Это нехорошо. И что это такое, непонятно. Вроде воздух выбивало. Немножко отшлифовать. Опа. В общем, вот так вот получилось. Первый раз я делаю эту вазочку. Вот так. Пошло, пошло. Опа. Камушки посыпались. Не все приклеились. Опа. Все. Вот так вот получилось. Вот такая небольшая вазочка. Тут можно потом немножко отшлифовать, чтобы было видно камушки. Мне интересно, что получилось. Или какая-то... Тут, кстати, тоже камушки. Опа. Видите? Отлетают. Вот это вот тоже можно отшлифовать, чтобы было чистенько. И вот такая вот получилась тоже с камушками. Это я зашлифую. Вот. Вот так вот, в общем, получилось. В общем, тут невозможно спланировать, что получится, что тогда получается. И это вот еще, эта формочка, тут разноцветные камушки. Она еще теплая, даже не теплая, а горячая. Время уже было 11. С того нужно готовить обед. Да, Филюша? Обед готовить надо. Нужно теперь это все убрать. Это нужно все сушиться поставить. Мне кажется, тут у меня быстрее все высохнет, чем я сушу. Там у меня наверху. Вот так я наверху сушу всегда. Здесь прям солнышко так попадает. Мне кажется, у меня здесь намного быстрее высохнет. Будет потеплее. Я буду сушить на улице, на солнышке. Смотрите, как у меня уже чулка выросла. И волосы вот так вот у меня уже отросли. За два года у меня вот такая вот длина. Какао хочешь? Давай туда на стол выкуси. Молоко, бери банку. Кстати, ребят, в Инстаграме очень часто мне пишут. Я отвечу сейчас здесь в одном видео, чтобы я не писала каждому. Потому что вас много. По поводу школы «Сириус Фьюч», где занимается Каролина. Скорее всего, кто-то не нашел ссылку, где я оставляю в описании под видео. Поэтому мне пишут в Инстаграм, задают вопросы. Спрашивали, какие предметы еще преподают в этой школе. И там не только ментальная арифметика, еще много всего интересного. Там еще преподают основы арифметики. Учат деток писать, различать цифры. Также очень много интерактивных игр и упражнений. Этот курс подойдет деткам, которые еще не знакомы с математикой, но и тем, у кого есть уже первоначальная база. Также этот курс помогает подготовить ребенка к ментальной арифметике и к работе с абакусом. Есть курс математики. На нем отрабатываются темы школьной программы по математике с 1 по 4 класса. Какой в этом плюс? Что ребенок индивидуально с преподавателем разбирает все задания. Если ребенок что-то не понял, какую-то тему, например, может переспросить. Следующий курс – это подготовка к школе. Это экспресс-курс на 24 занятия. Это два месяца интенсивной подготовки к школе. Например, если у вас остается немного времени для поступления в первый класс, и вам нужно быстро подготовить ребенка к школе. В Series Future еще есть один урок, который у меня есть на примете. Это чтение. Каролина с Максом пока еще не знают русский алфавит. Они не читают. Я пока с этим немножко притормозила, потому что были проблемки небольшие с немецким. Теперь спокойно они могут изучать русский алфавит и читать на русском языке. Кстати, по каждому предмету первый урок, я уже, по-моему, вам говорила, он проходит бесплатно. Вводный урок. Вы можете записаться, попробовать. Курс чтения рассчитан на 45 занятий по 25 минут. В этом курсе ребенок поэтапно сначала изучает гласные, потом слоги, приходит от простого к сложному. Также у них добавился тренажер, показываются слоги и тренируется слоговое чтение. Скорость увеличивается со временем. Еще один курс, который у них есть, это скорочтение. Курс состоит из четырех уровней. Используются различные тренажеры, которые преподаватель подбирает ребенку, соответственно, то, что ему подходит. Также есть специальные упражнения на правильное дыхание, которые очень важны при чтении. Также большой упор делается на диагональное чтение, которое нужно в случаях, например, если нужно прочесть быстро какой-то большой объем школьной литературы. Кстати, акция, которая у них сейчас проходит, я недавно говорила, она еще не закончилась. У вас еще есть время воспользоваться этой акцией. Переходите по ссылке, которую я оставляю, получаете 1000 рублей на бонусный счет. Эти 1000 рублей можно использовать на покупку любого курса, либо товара от Sirius Future. Так что ссылочка в описании, переходите и выбирайте. Я вчера связала вот такого котика. Я, наверное, уже надоела своим вязанием, но все равно покажу. Я вчера связала такого котика. Каролина идет на день рождения. В общем, я его придумала сама. Тело связала по схеме, а вот голова у меня полностью как бы с моей фантазией. Не знаю, что получилось. Не знаю, как. Вроде ничего, вроде симпатичный котик получился. Сначала не знала, кого буду вязать. Связала просто тело, потом связала голову. Ну, в общем, свяжу, думаю, котика. Да, Бонюсь? Посмотри, какой котик симпатичный. Вот. Это новые ниточки у меня пришли. И я начала Ксюше вязать шапку. Она очень попросила шапку Шрека. Обыкновенная шапочка будет, и на ней будут ушки Шрека. Я не знаю, хватит мне или нет. Пришли вчера нитки. Я заказывала вот такие вот зелененькие. Оказывается, они по 50 грамм. Я не посмотрела. Но я не знаю, может быть, на шапку и хватит. Потому что я вот уже, получается, четвертую часть я связала. Мне кажется, одного мотка хватит на пол шапки. Это чуть больше половины. Ой, сейчас еще половину я не связала. Будет скоро половина. Этот моток на другую половину на уши. Мне кажется, не хватит. Нужно заказать еще вот такой вот 50 грамм. Вот так вот вяжем, вяжем. Освободила себе вот эти полочки. И вот тут у меня лежат нитки. Коричнево-голубой. Тут такой, знаете, какой-то кремоватый. И еще. Ой, кофта у меня тут. Еще у меня вот здесь тоже ящик с нитками. Такой немножко светло-серый. Светло-коричневый. И потемнее серый. Это я хотела вязать мишку. Это для зайчиков. Вот. Ну и вот здесь вот у меня тоже вот это тоже нитки. Мне уже их некуда положить. У меня места нет. Вот. А здесь уже потолще. Те вот, которые я купила, они вот такие. Они в два раза тоньше получаются. Вот. Это нитки я покупала, когда вязала пижамницу. Наверное, придется какой-то шкаф брать, что ли. Потому что вот так вот очень неудобно. Все вот так вот валяется. Все вот так вот по пакетам лежит. Так, хорошо сегодня тепло на улице. Ты уже гуляла, мадам. Хватит. Скоро нужно будет порядок наводить. Мама, идем! Все здесь убирать, подметать. Мама, где ты нас? Земля. Нет, я не буду прыгать, Макс. Будешь ты? Нет, не хочу. Вот эту вот качелю разбирать надо. Там у меня сейчас хлам всякий лежит на ней. Диванчик постирать. Видите, как тут киса испачкала чужая. Приходит, у нас тут спит. Все испачкала. Филька убегает. Стой. Все, убежал. Хулиган убегает. Иди с Максом прыгай. Что? Иди прыгай. Делать, Макс, я не могу. Пойдем, губку помажу тебе. Игрушку надо упаковать, чтобы ее никто не запаскал. Боня, хочешь поиграть? Она с радостью. Боня. Боня. Она с радостью. Она любит новые игрушечки. Да, это не твое. Это не твое. Ксюша делает домашнее задание. Стоп-кадр. О, это ты? Про себя что ли? Нет, только про себя. Прикольно. Домашку такую надо. Потом покажешь? Как это называется? Стоп-мауша. Стоп-мауша. Здорово. И фильм смотрит. Две поноски. На тесте ковид. У кого? У нашего папы. Смешно. Папа сходил в магазин и урвал последнюю коробочку с кубникой. Последняя была. Такая вот кубничка. Сейчас мы ее нарежем. Карлина, я эту кофту грязную. Не, я подкрес хочу. Что? 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 Мама. 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 Смотри. Я научился. А, ты разговариваешь? Я научился. Что? Курает очень хорошо. Не, 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 не. Краина. Папа. Что? Такой надо. Такая вот у нас тарелочка получилась с фруктами. Так, мы сегодня устроили субботник небольшой. Чистим, чистим. Видите, все позеленело. Донечка. Привет. Красавица. Привет. Не надо мочить никого. Она испугается и убежит. Вон Филька пытается выйти. А кто это здесь пытается выйти? Здрасти. Здрасти, мордасти. Иди отсюда. Макс, все, хватит поливать. Макси. Привет. Ты замерзла, что ли? Да? Я замерзла. Кстати, Каролина со следующего урока ментальной арифметики переходит на следующий урок, на следующий уровень. То есть она уже будет считать десятки. Сейчас она пока считает до десяти. А со следующего урока будет считать десятки. Вот у Каролины нравится. Читать хочешь научиться на русском? Вот там тоже есть уроки чтения. Сделала такую красивую баночку. На день рождения ходила. Я делаю так немножко. А, это как этот шар, да? С такими блестками. Ничего себе. Морская тематика. Красиво. Очень красиво получилось. Красиво. И глаз. Угу. Вот штуку. Не знаю, может кто-нибудь видел. Корсет. Не знаю, как он называется. Корсет, что ли? У нас была одна. В общем, она очень неудобная. Она застегивалась на животе и постоянно давила живот. Это мне прислали с бишкека. Но, по-моему, изготавливается в Казахстане. Вот так она называется. Не знаю, ссылки у меня нет. Ничего нет. Просто вот название. И мне очень нравится. Девчонки тоже носят. Пока еще я их заставляю и сама ношу. Вот. Вот в этих местах как-то неудобно. Потому что, когда руку сгибаешь, и вот тут вот мешает она. Вот так, спинка ровная держится. Лео за детьми приедет. Тучки какие-то. Дождик намечается, наверное. Это в шортах поехали. А тебе не холодно? Приехали мы за Маргошей. Я сегодня за рулем. Папа болеет. Вот в этом она работает в доме престарелых. Ну то есть практику проходит. Вот очень красивый вид. Природа, поля, горы. Акрасивая. Акрасивая. А? В ночи, много людей. Ааа. Аааа. Нормально. Я не имею в виду. Папи. все я охраняю не уйдет никуда он ищет выход ищет выход они тут соорудили себе домик площадку такую с игрушками нога ему хочется убежать из этой клетки макс пошел за едой у вас пикник только не прыгайте крокодил у нас тут валяется а масло то зачем взяли кто масло будет маска алина убери он сейчас наступит на масло закрыть ксюш покажи это видео которое ты смонтировал покажи ну ты не удалила же ну покажи у нас смешной покажи но я же показала как ты его делаешь покажи хоть что получилось ну покажи ну я удалила уже не да я уже ну покажи ну покажи что отправила я удалила а вот ну давай оно прикольное оно без музыки должно быть просто так музыка платная кто-то они пошли это ты какую-то книжку взяла книжку а что это такое в руках у тебя конфеты конфеты мешок с конфетами вот это прикольно мне понравилось облака бегают летят облака летят опа кинула конфеты а это мешок с конфетами 1 упала и они потом похоронили нормально фантазия какой оценку поставили не знаю скажет скажет маргулина спать покажу кое-что покажу сейчас познакомлю вас где у меня лежат познакомлю вас с еще одной игрушечкой вот такая вот собачка у меня получилась связала ее буквально там за пару часов очень быстро и легко вяжется такие вот лапки хвостик хвостик такой вот сейчас я учусь вязать корзиночку хочу связать себе корзинку может быть туда там складывать ниточки там еще что то вот вот такое вот это дно пробую вязать тяжело конечно намного тяжелее чем игрушки вот уже кто-то испачкал пока лежала уже испачкали афелька украл лист салата и он прицепился к нему может снять где твой салатик а это не лист салата это какая-то бумажка я думала там ну-ка дай дай сюда вот приклеился я думала это салат а это листочек вот 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 все